Мне пришлось перечитать многих комментаторов на сегодняшнее евангельское зачало, когда Господь Иисус Христос исцелил Своим Словом человека одержимого страшной болезнью, не дай Бог каждому слепца. И вот большинство комментаторов размышляют о том, сколько было этих слепцов, один или двое, потому что евангелисты пишут по-разному. При выходе в Иерихон или при входе в этот город был исцелен слепец. Но в греческом языке, на котором писал евангелист Лука, слово «около» могло означать как и вход в город, так и выход из него. Но для каждого из нас совершенно очевидно, что не количество исцелённых, не место, в котором это произошло, а сам факт исцеления был чрезвычайно важный. И не просто для тех людей, которые потом, славу Богу, воздали, а они это сделали, когда увидели чудо исцеления и осознали его, но и для каждого из нас. Мне кажется, что в этом евангельском зачале самое главное – это личность самого человека, которого исцелил Господь. Мы из Евангелия знаем многие чудеса, когда исцелялись люди больные от рождения, когда исцелялись люди слепые, когда исцелялись люди, у кого, скажем, по нынешнему времени проблемы с руками, с ногами. И их Господь исцелял. Но самое главное – почему это происходило? Ведь вокруг Христа всегда было много людей, и очень много людей, которые хотели исцеление получить. Но не о всех написано, что они это исцеление получили. Что же было в этом человеке особое, на что обратил Христос внимание? Мы не знаем, от рождения был он слепым или стал слепым уже в течение жизни, но тем не менее он нашел в себе разум и силу для того, чтобы взывать Иисус, сын Давидов, помилуй мя. Возможно, он услышал от проходящих людей о том, что Иисус является сыном Давида. Возможно, он ослеп после того, как получил образование. А молодые люди в Израиле рано получали духовное образование, поэтому он мог это знать с детства, что новый Мессия, он будет сыном Давида. И вот этот вопль, Иисус, сын Давидов, помилуй мя, несмотря на то, что люди, которые шли впереди Христа, говорили, замолчи, не отвлекай учителя, тем не менее не смогли этот вопль, который исходил из самого сердца, заглушить. И та радость, которая была после исцеления, а Христос действительно обратил на этого человека внимание, исцелил его, она, что мне хочется сегодня вам сказать, эта радость прикосновения Божьего, она превосходит сам дар исцеления. Поэтому и люди, которые были свидетелями чуда, они прославили Бога. Вот о чем сегодняшнее краткое евангельское воскресное зачало. Прикосновение Божие, оно может совершиться с любым человеком, но оно не всегда связано с чудом исцеления или с тем, что произойдет какое-то невероятное изменение в жизни человека или его окружающих. Само прикосновение Божие есть величайшее чудо. И вот об этом чуде мы сегодня с вами вместе слышали. И дай Бог каждому из нас хотя бы на небольшую частицу соприкоснуться с этим чудом. И даже если не выздоровеют ноги, если руки не станут крепче, если не станут лучше видеть глаза, то вот прикосновение Божие, оно превосходит все эти чудесные изменения, которых мы, конечно же, ждем в своем здоровье, но тем не менее, вот это чудо прикосновения Божьего это самое главное в нашей земной жизни. Всех, кто сегодня причастился, поздравляю с принятием святых христовых тайн, тех, кто очистил свою совесть покаянием, с очищением совести, пожалуйста.